Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 12 января и сегодня я хочу вам показать те сорта томатов, которые вот прям побили все рекорды по зимнему хранению на 12 января, которые сохранились в свежем виде, без каких-либо обработок, без каких-то дополнительных трудозатрат, просто сорвала, положила в ящики. Я всю зиму позволяла вам наблюдать за ними, мы спускались в подвал, я вам показывала, какие они там. И вот сегодня я показала перец рамира, только что достала все эти лотки, что он сохранился в таком виде, как будто я его сегодня сорвала с куста. И что самое интересное, он не только не испортился, он даже не созрел. Он вот как был, как будто в какой-то заморозке пролежал, но он не в заморозке, он такой хрустящий, свежий такой, сочный. Что с ним, я не знаю, может быть у него какие-то там дополнительные вещества, которые способствуют длительному хранению, ничего о нем не знаю. Еще раз напомню, что наши вот простые сорта, они все почти поспели, все красные, все. Сегодня же я достала для дегустации, многие просили, вот томаты были у меня запеченные, томат казанова запеченный в сентябре. Все банки хранятся, все в хорошем состоянии. Томаты вяленые, которые вот новинка нынче я делала, в масле, они тоже хорошо хранятся. Я бы давно, у меня просили давно показать, я бы давно показала, но так как я сидела на диете, они все-таки в жире и соленые, я старалась их не употреблять. Но вот завтра открою, все-таки нужно их попробовать, хотя бы, хотя даже если я и на диете, но нужно попробовать, как они получились. Особенно меня интересуют вот эти запеченные, я все вам покажу. Здесь же лечо у меня, который быстрый вариант, лечо острый, лечо сладкий, десертные томаты. Дольками, все разнообразную продукцию я решила попробовать. Я нынче еще соломину не ела, но опять же из-за диеты. Но этот видеоролик я хочу посвятить вот этим, моим выносливым таким стойким помидоркам, которые не сгнили до января. Ну и начнем, как всегда, с оранжевых сливок. Они оказались рекордсмены по хранению. Мало того, что я их сняла, но самые верхние кисти, которые были такие зеленые, которые мы обычно вместе с кустами выбрасываем, ну совсем маленькие крошечки. Все, которые были побольше и которые можно было употреблять в свежем виде, я в течение зимы давно уже съела. Именно они и составляли вот эти томаты да перец основу моей диеты огородника, которая с успехом у меня идет, продолжается. Минус 10 килограммов без каких-либо усилий, только вот на своих овощах. И смотрите, оранжевые сливки, я уже говорила о них, скажу еще раз, из-за того, что у них маленький плод, из-за того, что они больше как для консервирования предназначены, у них очень плотная шкурка, и она позволяет им сохраниться очень-очень долго. Вот посмотрите, средина января, помидорка как только что с куста, это очень удивительно. Кого интересует, я по подвалу вас водила зимой, раза два или три туда спускались, посмотрите, какие они были, когда я их загружала вообще зеленые, потом какие, ну их там становилось потом все меньше и меньше и меньше, их сортов много загружала. В результате остались оранжевые сливки и монгольский карлик. Но монгольский карлик хуже показал результат, знаете почему? Я его сняла полностью зеленым тоже, но он туго спеет. Он вот долго-долго-долго-долго, видите, январь, они еще почти все зеленые, так что вот по монгольскому карлику я сделала вывод, хранится он прекрасно, но его нужно срывать не совсем зеленым, а наверное в фазе молочной зрелости или даже в фазе меланжевой зрелости. То есть когда у него уже начинаются вот такие проблески, вот чуть-чуть, вот так вот, когда он то зеленый, то розовый, вот так. А тут, долежав до января, он даже некоторые томаты, только-только вот молочная зрелость наступила, это очень долго, потому что с каждым месяцем качество плодов все ухудшается и ухудшается. Мы знаем, что зимние томаты, они, конечно, не сравнить их со свежими. Сейчас вот ради интереса вот эту сливку съем одну. Кстати, сливка, она такая, знаете, сейчас покажу вам, она такая сахаристая, если бы у меня было две руки, я бы вам показала, видите, какая. Она сахаристая и она не трава, она такая, знаете, томатный вкус с кислинкой. Она не очень сладкая, вот как с кислинкой, но томатный аромат и томатный вкус присутствуют. Хочу еще одну попробовать, подождите еще. Бывает у некоторых внутри как это травянистый вот этот стерженек, здесь полностью томатная мякоть, никакого уплотнения нет. И вот моя оценка всем томатам, которые хранились, рекорды побили оранжевые сливки. То есть у них сохранилось качество при таком длительном хранении до января. Если учесть, что они неприхотливые в выращивании, я их не посынкую, сколько стволов есть, столько и растет, потому что я не боюсь, что они измельчают, они и так мелкие. Сорт универсальный, он может подходить и для консервации, и для длительного хранения, но по хранению они оказались самые-самые лучшие. Хорошо еще хранились, вот банан желтый у меня, и какие-то вот еще долежали тоже. А, ну это казанова, смотрите, видите, носик раздвоенный. Это казанова тоже остался, он еще целый. Вот то, что я осенью говорила, что для хранения нужно выбирать именно те сорта, которые или перцевидные, или сливовидные, у которых плотная шкурка и у которых повышенное содержание вот сухих веществ. Сорт казанова для соков не очень подходит, он не сочный. У него много сухих веществ, но он идеален для вяления и вот для зимнего хранения, так же вот как оранжевые сливки. Они не сочные, конечно, на салатах может быть, о пятнышко, может быть на салатах и не очень-то кто-то применяет, но для консервации, для хранения это просто рекордсмены. Все, наши оранжевые сливки побили все рекорды. Я оранжевые сливки сейчас делаю заказ, семян рассылаю, добавляю в каждый заказ, потому что у меня семян много. Попробуйте, вы не пожалеете. Для консервации, а может быть и прохраните до Нового года, как я. Будете на Новый год делать салат со своих томатов. Все, Ольга Чернова с вами была, сейчас даем сливки, пойду выкладывать видео.